Здравствуйте, уважаемые друзья! Сегодня у нас на обзоре новинка на российском рыболовном рынке фидерная серия от компании Elegance, называется Luson. Серия включает в себя несколько моделей, но самые востребованные, судя по вопросам ко мне, это модельки 390-150, 420-180. О них я сегодня хотел рассказать, скажем так, начать такую серию видеообзоров. Начнем с них, дальше продолжим уже с другими моделями. Ну и, соответственно, сегодня я вам покажу их под нагрузкой, посмотрите, строй и тому подобное. Значит, сразу по бланку. 36 тонн, японский карбон, высокомодульный. Достаточно симпатичный дизайн, неброский, достаточно стильный. Ну, лично по мне, как раз вот именно такой дизайн мне, в общем-то, и нравится. Бланк по качеству внешне достаточно приятно сделан. То есть, никаких подтеков лака или там какие-то места непрокрасов, такого я не наблюдал. Бланк оснащен кольцами Seagite в прочной раме. У меня на примере, как пример, здесь 390-150. Колечки противозахлестные, то есть нижнее кольцо, трехлапые противозахлестные. И на втором колене, соответственно, идут два кольца, как вы видите, тоже трехлапые. Дальше идут уже двухлапые колечки, ну, в общем-то, для облегчения. Что важно, это вот это усиление. Посмотрите. То есть, помимо того, что это реальная польза, того, что здесь именно в этих местах создается максимальное напряжение, здесь дополнительная установлена обмоточка, плюс это очень красиво обыграно. Залачено и, в общем-то, очень симпатично сделано. По катушкодержателю. Катушкодержатель Fuji. Современный такой в стиле хай-тек, скелетон. Удобная очень верхняя гайка For a Grip. То есть, если в руку вы берете, ну, приятно очень она лежит. И вот ощущение надежности, такой монументальности, монолитности конструкции она создает очень замечательно. Хорошие туннели входа для лапок катушек. То есть, я сюда устанавливал CarPro 8000. Она у меня совершенно спокойно сюда встает. И вот это расстояние позволяет, в общем-то, сходить лески без всяких запутов, захлёстов и тому подобное. Сам пластик покрыт специальным таким напылением. Ну, что-то типа soft-touch, можно сказать. Помимо того, что это просто тактильно очень приятно ощущается к руке. Плюс это ещё и функционально. То есть, такое покрытие держит хорошо лапки катушки. Дальше идёт уже здесь такие декоративные под карбон вставочки. Пробка и высококачественная EVO с специально анатомичной такой рукоятью. И что вот меня очень понравилось, просто вот как влетаю, рукоять мне легла в руку. Это вот эта нижняя часть, она очень анатомично сделана именно под хват рыболова. То есть, вот поверьте мне на слово, кто возьмёт этот фидер и хотя бы раз им бросит, вы не захотите просто отпускать рукоять в этом месте из рук. То есть, она настолько комфортно, приятно, удобно лежит. Просто, ну, изумительно. Ну, и, соответственно, EVO материал, с которого вы легко отмоете слизь, прикормку и так далее. Обратите внимание, пожалуйста, что я измерил эти фидера и 420-180 и 390-150. Это диаметр бланка, длина рукояти, вес, потому что я не доверяю каталожным значениям. Я измеряю всё сам. Транспортная длина, внутренний диаметр кольца, потому что часто пишут многие магазины, ну, практически там чуть ли не все, именно внешний диаметр кольца, который указывает производитель. А потом нам люди звонят и говорят, вот мы купили подделку, написано так, а пришёл с маленьким кольцом. Поэтому я понимаю, что для рыболов важен не внешний, а внутренний диаметр колец. И я указываю всегда на сайте магазина Multifish только внутренний диаметр. Я всех перемерил лично, поэтому заходите, пожалуйста, под видео будет ссылочка на описание, на этот товар, на эти фидера. И под каждой моделью, в характеристиках я указал всё-всё, что вам будет интересно. Значит, по поводу вершинок. Все вершинки ко всем моделям идут. Карбон, крупные пропускные кольца, большой внутренний диаметр колец. То есть, шок-литер там 0.15 плюс 0.28 монолески совершенно спокойно у вас туда пролетит. Не как главный узелочек правильный завяжите. Для тех, кто часто ломает вот в этих местах на вершинках ниже тюльпана свои вершинки на своих фидерах, покупайте этот фидер, ломать не будете, потому что тюльпаны здесь противозахлёстные, не тяжёлые. То есть, они лишний раз не утяжеляют вершинку. Ну и, в общем-то, расцветка, как вы видите, сигнальная, достаточно приятная. То есть, красный цвет и белый, ну, то, что надо на любую погоду. Посадочный диаметр вершинок 3,5 мм, длина 63 см. Как сказал, все карбоны. И достаточно приятно они здесь, на них написано, сколько унций и какой модельке они относятся. Из минусов сразу скажу. Это тубус. То есть, он настолько маленький по диаметру, что вот эти вершинки с их противозахлёстными кольцами очень тяжело туда вставляются. Хотя фидера идут в поставки. Одна вершинка вставлена уже во второе колено и вставлена в чехол. А в тубусе две вершинки. Но я перевозить так не люблю и считаю, что это может сломаться, лишний раз задеть и так далее. Лучше всё-таки, чтобы все три вершинки были в тубусе. Поэтому при покупке сразу меняйте тубус, ну, или будете, в общем-то, долго и кропотливо их туда засовывать. Ещё момент. Вершинки, запчасти к ним есть. Более того, напоминаю, что кто ещё, возможно, первый раз такое слышит и удивится сильно, для всех покупателей магазина Multifish мы предоставляем бессрочную гарантию на заводской брак и две запчасти в год бесплатно в период проведения такой акции. Всё вышесказанное не является публичной офертой. Мы можем такие акции прекратить в любой момент, хотя вот три года уже их проводим, имейте это в виду, покупайте в Multifish, будете подстрахованы. Я думаю, сейчас, наверное, нам стоит посмотреть, как разобрать, да, и потрясти, посмотреть их под нагрузкой и потом вернёмся. 390-150, приятно очень лежит в руках. Ну, как будто это не 150, вот честно вам говорю. Удивительные бланки, удивительные, конечно. Ну, а рукоятка ещё более удивительная. За счёт рукояти я вот не пожалею и возьму себе всю серию, наверное. Давайте нагружаем. Смотрите. Лёгкий, лёгкий бланк. В руках лежит очень легко. Так, и следующая моделька 420-180. Ну, точность такая же, смотрите. Очень посылистый бланк, такой заряженный, с хорошей работой. 200 грамм я сюда ставил кормушечку. Отлично, он её пыляет. Я в ощущении, что как будто запасик ещё даже есть. Смотреть, как будет вязать и бросать за счёт строя. Отлично. Итак, друзья, посмотрели. Приятные палочки. Ну, действительно, строй очень бросковый. Вяжущий. Запас есть. Усиление на коленах есть. Смотрите по чехлу. Велюровый чехол. Приятно очень шитый. Выглядит недёшево. То есть, так, достойно. Серия позиционируется, в общем, как небюджетная. Ну, в общем-то, и чехольчик такой небюджетный. Три отделения. Клапан на завязках. Внизу тоже завязки. Прошит всё эстетично, элегантно и так далее. Большая у меня просьба к вам. Пожалуйста, если вам понравился обзор, понравился обзор, нажмите вот такой пальчик под видео вверх. Это просто благодарность мне от вас. И кнопочку подписаться. На этом всего доброго и до новых встреч. Продолжение следует...